Приветствую всех друзья на канале Просто Дима Сейчас вы посмотрите видео очередной обзор брестской стоянки автоконфиската Но ребята перед началом просмотра этого видео я хочу вам рассказать про видеорегистратор Который я недавно себе приобрел Это Blackbox DVR Я им уже честно вам скажу попользовался И надо сказать что вполне себе нормальный регистратор Тем более учитывая его цену То есть цена на сегодняшний момент в том месте где я его заказывал всего на всего 28 рублей 90 копеек Я был даже сам если честно удивлен этой цене Вот смотрите как он выглядит Достаточно компактный видеорегистратор К нему в комплекте идет вот такая вот присоска которая удобно крепится на лобовое стекло Единственное что вам необходимо только это будет докупить карточку памяти microSD Вот и подключается он очень просто Вот так же в комплекте идет вот такое вот зарядное устройство к нему Которое вы включаете в прикуриватель И в принципе ваш регистратор готов к работе Записывает он в достаточно неплохом качестве Ну конечно это там не топовое какое-то качество Как там в каких-то именитых брендах Но извините ребята за эту цену То есть за 28 рублей 90 копеек Это вполне неплохой регистратор В принципе меня все устраивает То есть качество вполне достаточно Чтобы там различить номер автомобиля Различить какую-то ситуацию там дорожную и так далее То есть ребята всем рекомендую данный регистратор По этой цене вы не найдете его нигде Даже на Алиэкспресс Ссылочка на видеорегистратор будет в описании под этим видео Ну а теперь ребята идем на стоянку Друзья приветствую всех на канале Просто Дима Приехал я на наш Брестский автоконфискат Еженедельный мой обзор То есть это у меня уже как чистка зубов скажем так Каждую неделю я приезжаю на Камчискат Посмотрим Кстати хочу ребята вам посоветовать Кто еще не подписан Подписаться на канал такого минского блогера Тирилла Романовского Я думаю что может быть основная масса Вы и знаете его и подписаны на него Это мой коллега который проживает в Минске Похожего плана у него выходит видео Тоже он снимает минский автоконфискат И не только в Минске и в других городах И снимает также автомобили с авторынков минских Там с различных автокомиссионок и так далее Поэтому ссылочка на канал Кирилла Романовского Будет в описании под этим видео Друзья кому интересно переходите Смотрите подписывайтесь на канал Ставьте лайки комментируйте Ну в общем что мне вам рассказывать Вы и так все знаете Ну а мы переходим Переходим к нашим баранам Тут вижу ничего не изменилось Вот единственное что появилось Вот это Иш Юпитер 2 Ребята кстати да всем извиняюсь Как я и говорил я в мотоциклах вообще не бум бум Это Иш Юпитер 2 69 года выпуска Цена его 561 рубль Но ребята Вот этот красный ценник Говорит о том что на учет вы его не поставите То есть он продается как запчасти То есть документов на него к сожалению никаких не будет Соответственно зарегистрировать его не получится То есть это запасные части То бишь можно взять как донора И так далее И этот Минск кстати то же самое То же самое только как донора Ну и тут ничего не поменялось Пойдем дальше О ребята смотрите сразу вижу Появился Х Это у нас Х3 Да 2007 года пробег 213 тысяч Двухлитровый дизель И цена 20 178 Ну давайте посмотрим Икса Значит вот ему тут Немножко так прилетело по бамперу переднему Ну я думаю что Страха большого нету Немножко он так Чуть-чуть покотался Точно так же и с этой стороны Как-то так притерся Там и там Передняя кстати Парктроники присутствуют Дальше посмотрим По кузову Ничего я такого тут Глобального не вижу Оригинальные литые диски Резина кстати Континенталь Необычного Нормально еще Ага И вот То же самое притерто Сзади На бампере Ну с этой стороны Все нормально Тут вот небольшая вмятина Тут такая полоса Ну возможно Заполируется Да все четыре колеса Одинаковых Континенталь Стекла целые Оптика целая Ну ребята Чисто визуально Внешне Ну есть такие конечно Эксплуатационные Там коцки Царапинки Но ничего такого Глобального Я Не вижу Сейчас если машина Открыта Посмотрим что внутри Да машина открыта О Даже видите Такие Накладки М Таблички Присутствуют Передние Задние Стеклоподъемники Кожаный салон Такая Коричневая кожа Темно-коричневая Ну немножко тут потерто Но дырок нету Также потерт Руль Кстати тоже М руль Очень сильно потерт Руль Ребята Также и как Ручка переключения Передач Тоже достаточно сильно Потерто Черный потолок Мультируль Ничего электрического Тут нету Все Механически Вот даже Педаль сцепления Тоже такая Достаточно Стертая Но это говорит о том Что Пробег Пробег Не маленький У этой автомашины Тут немножко Тоже сиденья Потертые Вот так вот Все выглядит Вставки Под алюминий Есть Вот я вижу Подогревы сидений Там Система Которая Там Анти Анти Скатывание Ну и Панорамный Люк Панорамный Люк Ну что вам Сказать Машина Неплохая Но Вот этот Конкретный Экземпляр Конечно Немножко Немножко Он такой Подшатанный Еще Снаружи Более Менее Смотрится Но внутри Немножко Конечно Салончик Мог бы быть И получше Хотя Конечно Машина Сама По себе Хорошая Конечно Трехлитровый Был бы Повеселее Ну и Два литра Дизель Тоже Будет неплохо Ехать Так что Кого интересует Икс 3 За 10 тысяч Долларов Милости Просим Так Рено 19 950 Рублей Это не Новинка Идем дальше Рено Лагуна 1890 Бензинного 1994 Года Тоже Не новинка Джета Старенькая 879 Рублей Бензиновая Была Прошлый раз Пыжик 206 3 736 Тоже С прошлого Раза Спринтер 13 420 По моему По моему Не уценился Транспортер 7400 Ну за такие Деньги Он тут Умрет На этой Стоянке Транзит Дизельный 3 454 По моему Был он Да Ага Вижу Вот Ребята Помните Продали Омегу С гнездом Мышиным Омегу Б В универсале ЛТ 6100 Тоже Дорого 6739 Вот этот Битый Он До Сотка 2.8 2400 Тоже Не хотят Пока Покупать Лагуна 4860 Омега 3 341 Дизельная Гольф 1600 Третий Этот Гольф Чуть Чуть Уценился Уже 2500 Citroen 4 222 Не Уценился По моему Vivara Дизельный 10 200 По моему Тоже Не Уценился Дальше Пройдем По Дедушкам О Какой Там Ребята Смотрите Какая Двойка Ну Нифига Себе Сейчас Пойдем Посмотрим Старичок Дедушка 123 624 Рубля Ешка 7600 Значит Ребята Многие спрашивают Почему не уценяется Объясню Есть некоторые машины Которые забираются Другими органами То есть Всякие Недоимки По налогам И так далее Вот допустим Там С человека Человек должен Государству Заплатить Допустим 7000 Рублей Вот ему Машину Оценили В 7000 Рублей И она Будет Продаваться За 7000 Рублей Да Она Может быть Сгниет Быстрее Но Другой Вопрос Что Так вот Законодательство У нас Устроено Что Не может Эта машина Уцениться То есть Она Должна Продаться За вот Эту Стоимость Чем Это все Закончится Сложно Сказать Но Как бы Возможно По таким Машинам Которые Долго Стоят И не Уценяются Вот такая Вот ситуация То есть Их просто Не могут Уценить Потому что Там Прописано Допустим Приговоре Суда Что машина Стоит 7000 Она ушла В доход Государства Значит И продастся Она должна За 7000 Ну Другой Вопрос Кто это Купит Конечно Но Как говорится Закон Есть закон Ксанте 648 Рублей Омега 666 Не уценилась Сотка 899 Дальше 563 Волга Нубира 1360 Ага И вот Ребята Новинка Смотрите Это Понтиак Вайб 2003 Года 1.8 Бензин И стоит Он 8 748 То есть Больше 3000 Долларов Ну Это По-моему Насколько Я помню Понтиак Вайб Это Аналог Тойоты Матрикс И Тойоты По-моему Витц Или как Она Не Вот Не Буду Ну Какой-то Тойоты В общем Потому что Насколько Я помню Собирают Его Или Собирали Где-то В Америке Или В Канаде То есть Тут То же Самое Что Тойота Матрикс Все Агрегаты Все Подходит Да Кузов Это Такой Хэтчбэк Получается Есть Вот такие Вот Потертости Машина Грязная Сложно Оценить Ее Состояние Немножко Бампер Выскочил Нету Литых Дисков Капот Вот смотрите Капот В жуках Тут Вот Лакс Сходит Ну Стекла Вроде Бо Целые О Блин Нету Даже Ребята Нету Даже Стеклоподъемников Обалдеть Салон Грязненький Но в нормальном Состоянии Автомат Вот такая Вот Оригинальная Автомагнитола С такими Вытертыми Кнопками Руль Когда-то Был Обтянутый Кожей Ну Он и сейчас Обтянутый Кожей Но кожа Конечно Не ахти Вообще Насколько я знаю Машина Достаточно Крепкая Достаточно Надежная Ну Как говорится Клон Клон Тойоты В принципе Он не может быть Ненадежным Тут Да По-моему Сидушки Если мне память Не изменяются Ой Не изменяются Складываются В ровный пол Да Вот видите Можно Разложить И у вас будет Вот такое вот Грузовое пространство Что собственно говоря И неплохо На мой взгляд Еще такое оно Видите Таким покрыто Пластиком Для удобства Эти кстати Тоже Передние сидушки Складываются Видите Какой Салон Трансформер Можно Использовать Как столик Есть Рейлинги Такие Небольшие Люк Резина Слабенькая Сейчас Заглянем Под Капот Ну да Собственно говоря Вот Принадлежность Тойоте Сами увидите 16 клапанный ВВТ-Ай 1.8 То есть проверенный Масло в норме Масло еще не сильно черное В принципе я думаю В техническом плане В коробке тоже Уровень там Понятно Надо на горячей машине Проверять Но масло есть Масло светлое Это говорит о том Что с коробкой Я думаю Тоже будет все в порядке Ну вот Немножко Капот Пошел А так Все узлы Агрегаты Все на месте Немножко Запотевшие Здесь Гидроусилителя В принципе Ничего страшного Так что Вот такой Вот Экземпляр В принципе Еще раз повторю Машина неплохая Но единственное Что цена Конечно Цена Немножко На мой взгляд Завышена Дальше идем Орион дизельный 670 Ничего не поменялось Мандела 2570 Посад Бензиновый 1190 Дизельный Чуть-чуть уценился 1652 Шаран 7900 По-моему Чуть-чуть уценился Матрикс Забрали Хундай Вектра 1500 Citroen 2500 Ксанте Вы видите Ее накачали Уже долго стоит Накачанная То есть Нормально Никуда не девается Не уходит 1590 Цивик 361 Москвич 34 2041 Ничего не поменялось Тут вот Посмотрим Сейчас Да Вот этот вот Ford Transit С прошлого раза Был 99-го года 2.5 Дизель 6480 А вот это По-моему Новинка Дизель 1.9 Разве не были 1.9 Дизельные 2.7 2.7 Ну Такой вот Так вот Полупилась Краска Бортовой Короче Грузовичок Что-то на Ford Какая-то Пошла Пруха Тоже Какой На моей Памяти Уже Там Четвертый Или пятый Ford Двери Не хотят Вкрываться Ну Тут Видно Что Подваривалось Ну Уже Сварка Это Опять Пошла Блин Дождь Начинается Вот 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 Тут Все Выглядит Ну Такой Конечно Подушатанный Тут Что-то Такое Прям Шпаклевкой Так Накидали Накидали Ну Да Дизелек Тут Что-то Не хватает Вот Этого С воздушного Фильтра Там Видите Вареное Уже Все Ну В общем Такое Идем Дальше Пацанская Девятка 662 Рубля А 6 7 100 О Ребята Смотрите X X5 Черный 4 4 4 4 У нас Вот Таким Короче Лупится Лупится Ну Любители БМВ Возрадуйте Ну Так Немножко Видно Что Давно Стоит Ржавые Очень Тормозные Диски В плесени Все Хорошая Еще Резина Кстати Парктроники Немножко Немножко Такая Помутневшая Оптика Задняя Оригинальные 19 Катки Симпатичные Кстати Красиво Машина Не смотрю Ну Собственно Говоря Кроме Вот Этой Вот Ничего Такого Больше И Не Нашел Такого Страшного И Вот Вам Ребята Можно Сразу Купить Х3 Х5 Блин Закрытая Машина Автомат Кожаный Светлый Салон Ну Такой Салон Немножко Смотрите Какой Руль Аж Кожа Разошлась Не Очень Хорошо Выглядит Тут Что Так Все Сзади Под Взорвано Светлый Салон Лето Его Завести Пытались Аккумулятор Понимаю Здесь Стоит У него Ну 4 4 Посмотрим Сейчас Вот это Вот Не очень Понятно Мне Для чего Это Здесь Вот Это Картон Вот Этот Ну Может Так И Надо Ну Вроде Никаких Там Следов Там Изменения Номера Кузова Или Чего То Я Так Сходу Не Вижу Масло Масло В норме Ну Понятно Этот двигатель Надо слушать То есть 4.4 Но Очень Большое Количество Моделей Ставили Этот Мотор На Иксы И на 39 И там На Другие Марки Которые Там Подконтрольные BMW Ну Передняя Резина Кстати Подкушенная Такая Не знаю Во сколько Его оценили Нету Еще Бирки Так Ну что Друзья Идем Дальше 34 1300 Думаю Что Когда Она Упадет До 1000 Тогда Ее Купят Скуда 4 700 439 Toledo Шестерка 686 Четырка 972 Рубля Кстати Там Просил Один Из Подписчиков Посмотреть Лонжероны Ну Давайте Сейчас Колюш Я Тут Посмотрим Лонжероны Да Собственно Говорят Лонжероны Нормальные Да Лонжероны Стаканы Еще Нормальные Снаружи Она Конечно Так Подгнила Капитально Но Парень Говорит Мне Там По полям Носиться В принципе Не Лонжерон Абсолютно Нормальные Стаканы Нормальные Конечно Капот Вон Мыши Погрызли Крайней мере Передняя Сейчас Заглянем Задняя Ну Тоже Я не вижу Прям Такого Уже Страха Пороги Правда Тут Закрыты Накладки Этимин Возможно Там Ну Вся Она Такая Нет Лонжероны Нормальные Так что Если Ты меня Смотришь Подписчик Который Спрашивал В принципе По полям Тебе носиться В самый раз Будет машина Если Конечно Готовьте Заплатить За нее 970 Рублей Galaxy 2800 Что то Никому Не нужен Думал я Что он Быстро Уйдет 1040 Escort 4500 Freelander 352 ЦЛК Ничего Не уценил Ну Давайте Посмотрим Смотрите Ребята Какая Появилась Точила Двоечка Да Двоечка С такими Вот Интересными Обвесами Накладками Молдингами Ну Видно Что Любил Человек Эту Машину Свою Стоят Даже Видите Рейлинги Колеса Видите Полка Выкрашена В белый Цвет Такая Высокая Она Негнилая По крайней Мере Снаружи Не видно Ну Ну да Тоже Так Видно Что Первых Выпусков Машина Дедушкины Чехлы Магнитолка Даже Какая-то Есть Китайская Тут Какие-то Выведены Кнопочки Шмопочки Прикольно Ах Вот этот Звук Клацанья Вазовский Какие-то Сидушки Сидушки Походу По крайней Мере Вот эти Вот Спинки А Спортивный Руль Ребята Забыл Сказать Хоррорный Потолок Прям Как БМВ Ну Тут Вот Что-то Немножко Или Из-за Молдингов Этих Или Из-за Рейлингов Непонятно Что-то Начало Лупиться Ну Что Ребята Ну Она Целая Попробуем Открыть Капот Интересно Во сколько Ее Оценят Видно Тоже Что Ее Только-только Выгнали Ну Посмотрите Какой Движочек Блин Как Молодой Даже Что-то Тут Такое Не знаю Что это Такое Какие-то Приблуды Какие-то X-site Аккумулятор Масса Не Ну Так все Выглядит Комплект Понятно Что Она Там Крашеная Перекрашенная Но Масло Масло На уровне Не Ну Я не знаю Конечно Не готов Я Утверждать На такой Мотор Как Или Мененый Или Как бы Просто В хорошем Состоянии Так что Вот такая Вот Двоечка 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 Не знаю Во сколько Оценили Ее Или оценят Может Еще Вот еще Тоже Смотрю Эскорт Тоже Еще Нет Никакого Ценника Двухдверный КП Купе 1.3 Был Когда-то Красный Стал Синий Запах Бензина Там Смотри Все Выдрано Из-под Ключа Может Его Так Заводили Очередной Дракон Тут же Что-то Так вот Просто Залепили Каким-то Герметиком Ребята Капот Вам не Открою Там Что-то Так Нету Никакого Да Не получится К сожалению Так Рено 19 437 Рублей Не Вижу Я Не Вижу Ребята Да Тут Стояла Honda Civic А тут Стояла Honda Accord То есть Нету Ни той Ни той Какой-то Любитель Хонд Все Скупил 976 Рублей Уже Меньше Тысячи Рублей Стоит Вот Это БМВ Копейка 639 Рублей Рено 19 680 Рублей Семерка 274 Рубля Вольва 13294 Чуть-чуть Уценилась Но все равно Дорого 414 Рено 19 7500 Ауди Чуть-чуть Уценилась 2900 Тоже По-моему Чуть-чуть Уценилась Вот эта Дизельная Тридчетверка 1300 Мазда 1000 Рублей Фиат 1026 456 Рублей 19 Рено 578 Шестерка 790 Вот этот Вот Пассат 1.6 Дизель Но очень Ржавый Так Ну и тут Помните Тут стоял Тут стоял Этот самый Как его А6 Забрали ее Еще в прошлый раз И тут что-то тоже было И вот смотрите Ребята Toyota Avensis Ну есть новинки В принципе Есть новинки Поворотник Чуть-чуть Вылетел Его на скотч Прилипнуть Тут видимо Был какой-то удар Такая притертость Удар Видите В бампер Он выскочил Неплохая еще Резина Правда На Литье То есть не на литье А на штамповках Ее видно Явно Что крыло Крашеное Тут Тут Сложно Сказать Такие вот Потертости Потертости По заднему Бамперу Здесь вот такая Вот полоса Отсутствуют Отсутствуют Молдинги Ну да Тут такая Вся эта сторона Притертая Машина Конечно Надежная Вопросов Нет Toyota Как говорится Никогда Она Скорее Надоест Чем сломается Передние Задние Электростекла Электрические Регулировки Зеркал Такая вот Панель Под дерево Ну понятно Кожаный Руль Тянутый Велюровый Салон Ну вот Непонятно Только какой Двигатель Сзади Полка Есть Сейчас Посмотрим Вообще Самая по себе Машина Неплохая Ага 4AFE Это по моему 1.8 Бензин Если мне память Не изменяет Хороший Мотор Экономичный Достаточно Простой Немножко Подъедает Масло Бывает Ну вот Видимо Видимо Здесь такая же Проблема Потому что Масла Можно сказать Практически Нету В радиаторе Тоже Как то так В радиаторе Тоже Пустовато Поэтому Если кто то Захочет Запустить Мотор Главное Залить Что нибудь Хорошая Очень резина Передняя Задняя Так себе В общем Такой вот Экземпляр Не знаю Сколько его Ценят 3300 Краффер Вояджер Идем дальше 718 Гольф Вектра 2560 683 По моему Чуть-чуть Уценилась Вот эта Разукомплектованная Бочка 7100 Дизельная Альмера 600 461 Рубль Шестерка В общем Дальше Идем Старички 550 Аскона 936 Дизельный Дракон Б2 1500 Гольф Третий 6220 39 Значит Это у нас 1458 Рублей Гонка Красная Спасик 1600 Бензиновый 1.8 Лагуна 1084 Премьера 1360 Галакси 8140 По моему Еще не Уценился 1360 Вот это Лагуна Фунтик 1555 Ренос Рафран 2020 Ну и тут Посмотрим Какие Изменения О, кстати Какие новинки Ребята Смотрите Подойдем Чуть позже На мото 7200 Вилсатис Ничего не поменялось 3700 Гранд Караван 687 О Т5 Или Т6 Подойдем Тоже Посмотрим 687 Кадет 5700 Вилсатис 6 318 Вот это ЦЛК Мазда Шестерка 3500 881 Кордоба Скорпион 777 37 Кто-то Просил Посмотреть Покажу На втором Канале 9100 Discovery 1200 Xantia 424 Escort И вот Это Дизельная Мазда 938 Рублей Сейчас Пойдем Еще Посмотрим Вот Этот Т5 Такой Смотрю Достаточно Свежий Ну и там Вот на мото Смотрю Кое-какие Новинки Появились Сейчас Тоже Глянем Fada 540 Gio 534 Horse 1060 Alpha 415 Minsk 388 И Rex Moto 338 Вот два Новых Смотрю Viper И Минск Где-то Обломали Крыло У него Видно Что где-то В каком-то Болоте Он там В каком-то Болоте Он гулял Блин Ну ребята Пробег Всего 446 Километров Вот Севи Сейчас Какая-то Наклейка Минск D4 125 Кубов Ну Такая Достаточно Новая Не знаю Комментировать Не буду Ребята А то Опять Вы мне Скажете Что это То Это Это Смотрите Вот Смотрите Фара Такая Уже Вкручена Изолентой Тут Немножко Такое Все Потертое Видно Что он Периодически Валялся На боку Даже Даже Еще Бирка Осталась Заводская Ну Относительно Новая Модель Я не думаю Что там Какие-то Проблемы С ней Будет И сейчас Посмотрим Еще Вот Этот Т5 Или Т6 Да Вот Такая Точила Транспортер 2009 Года Дизельный На ходу Выехал Своим Ходом Сам Лично Слышал Резина Слабенькая Оригинальные Литые Диски Покупался Где-то У официального Дилера Но в России Да ТДИ Русская Бирка Немножко Вот здесь Вот Замят Порог Тут Чуть Там Жучок Не Жучок Ну Да Здесь Тоже Коска Вокруг Ручки Ручка Болтается Ну Нету Ребята Ни сидушек Ничего Какие-то конфеты Или шоколадки Тонированные Стекла Все Сидения Такие Полукожа Есть Такой Вот Столик Механика Магнитола Пионер Работал мотор Хорошо Я слышал В принципе Не думаю Что какие-то будут проблемы С данным автомобилем Да Видите Сидушки В чехлах В хорошем состоянии Как я и говорил Механика Простой Такой Нигде Ничего Не обтянуто Николь Ну Это Как бы Это Грузовик В принципе Это Грузовик Ох Сколько тут конфет Смотрите Ребята Не знаю За что Его забрали Ну Как бы Состояние В целом Неплохое Сейчас Посмотрим Под капот Какой тут Наверное Двухлитровый Наверное Да Дизель Какой Либо Двухлитровый Либо Двое Пять Других Вариантов Нет Хороший Аккумулятор Баннер Мотор Теплый Много Маслица Ну Может Оно Не стекло Еще Но Как-то На мой Вгляд Маловато Ну И там Как-то Так Сыренько Вот Если Вам Видно Да Вот Внизу Такое Как Масло Тоже Ну Тем Не Менее Транспортер 2009 Год Состояние Состояние Неплохое Все Дорогие Друзья Вот Такой Вот Был На Сегодня Обзор Как Вы Сам Видите Новинки Есть Приезжайте Смотрите Кому Интересно Ну А Мы Еще Сейчас Пойдем Посмотрим Пару Машин Которые Вы Увидите На Моем Втором Канале Друзья Так Что Всем Большой Респект И До Новых Встреч С Вами Был Просто Дима Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует